В этом видео вы узнаете все о Уильяме Автоне из вселенной «Пять ночей с Фредди», внешность, его характер, мотивы и многое другое. В этом видео я буду упираться исключительно на официальные источники, такие как трилогия книг и прочих информативных источников. Как я уже сказала, в данном видео я буду использовать книжные источники. Вы услышите отрывки описаний и диалогов, поэтому предупреждаю сразу, тут будут спойлеры. Так что же нам известно о Уильяме Автоне? Ну, например, то, что он безжалостный серийный убийца, похищавший и жестоко убивавший детей в пиццериях Фредди Фазбер. Убивал он, как уже давно известно, в золотом костюме Сплинк Бонни. Это золотой кролик, который является одновременно и костюмом для человека, и аниматроником. Так что давайте рассмотрим внешность Уильяма, а именно в трех книгах. В него было как минимум четыре изменения, и все мы их сейчас с вами рассмотрим. Начнем, пожалуй, с черт, которые оставались неизменными. Это высокий, черноволосый мужчина с серо-голубыми глазами и широкой улыбкой. В своем первом облике, а именно притворным, ненастоящим, он описывался так. «Автон являл собой полную противоположность Генре. Первый – крепко разбитый и энергичный, а второй – мрачный и замкнутый. Автон был здоровенным, общительным мужчиной, пышущим румянцем, что твой Санта-Клаус. Это он». В запросе о проверке биографии стояло имя Дэйв Миллер, но на фото, несомненно, был изображен Уильям Автон. В прошлом Автон был плотным и улыбчивым, а вот человек на снимке из запроса о проверке был крюмым и худым, с обвисшей кожей и неприятным выражением лица, словно он забыл, как улыбаться. Он выглядел бледной копией себя старого. А может, Уильям просто сбросил, наконец, чужую личину? Я бы назвала это его первой стадией. Второй является Дэйв Миллер, тот же Уильям Автон, который сменил имя и очень сильно изменился. По сути своей, Дэйв появился после того, как Уильяма зажала в своем собственном костюме кролика пужинными фиксаторами. Он описывается так. «Высокий и очень худой. Он производил впечатление человека тяжелобольного или пережившего страшную трагедию. Форма висела на нем, как на вешалке. Словно он сильно похудел. На груди у него болтался криво прикрепленный бейдж с надписью «Дэйв». Землянистого цвета кожи и глубокие морщины под глазами усиливали сходство с тяжелобольным. При первой встрече Дэйв показался юноше невзрачным, истощенным и слабым. Но теперь, одетый в костюм кролика, он выглядел совершенно иначе. Лицо осталось прежним, те же заострившиеся черты и запавшие глаза, а кожа, казалось, так болезненно истончилась, что того и гляди лопнет при малейшем натяжении. Вот только теперь во всем облике Дэйва сквозила злобная и дикая сила, какая-то красивая живучесть. Кожу охранника покрывали многочисленные шрамы, выпуклые белые рубцы, располагавшиеся симметрично. Узор шрамов на одной половине его тела зеркально повторялся на другой половине. Глаза Дэйва открылись, стеклянные и ничего не выражающие, точно такие же, как глаза стоявших на сцене роботов. Третьей его стадией был Спрингтрап. Когда Чарли активировала пружинные замки повторно, те то ли убили его, то ли нет. Эта информация в книге не очень ясна. Таким появляется он во второй книге. Неправильные. Кожа трупа сморщилась и высохла. Глаза были широко открыты, лицо ничего не выражало, из него ушли все краски, пропитанный кровью костюм задубел. Однако на трупе не было видно следов разложения, несмотря на то, что со смерти Дэйва прошел почти год. Темное, покрытое трудными пятнами, отекшее лицо, некогда запавшие щеки теперь раздулись. Глаза налились кровью из-за лопнувших капилляров и казались слегка прозрачными, навевая мысль о медузах. Человек был одет в изодранный костюм из искусственного желтого меха, из рано подпорченного плесенью. Ну и последняя его стадия – безжалостный и безумный Уильям Афтон. Он появляется в последней книге трилогии, и, пожалуй, это самая интересная и зловещая его версия. По сути своей, это версия его выжившего после Спрингтрапа. Лысая голова была покрыта выпуклыми розовыми шрамами. Там, где шрамов не было, виднелись странные сегменты из пластика и металла, как будто вплавленные в голову. И Джессика увидела, что один глаз был совершенно нормальным, а второй просто отсутствовал. В глазнице зияла черная дыра, и из нее торчал тонкий стальной пруд, поблескивающий на свету. Он был болезненно худым, лицо напоминало череп, и когда он криво улыбнулся Джессике, она увидела, как сухожилия двигаются под кожей, словно змеи. Сначала стало понятно, что на шее нет кожи, и ее внутренности оказались на открытом воздухе. Рана была чем-то покрыта, возможно, пластиком, где с ним сплавлялась кожа. На этом описание внешности Уильяма можно и закончить. Как вы поняли, мы будем рассматривать не только его, как одного персонажа, а как четырех разных, судя по тому, как сильно он изменялся. Сейчас мы рассмотрим его характер, основываясь на том, что он говорил и что делал. То, что он злобный, хитрый и продумывает все наперед, это уже ясно. Но все же я хочу рассмотреть с вами и другие его качества. Начнем, пожалуй, с того, что он чересчур себя любит. Особенно, когда он выжил после костюма, когда он стал Дэйвом Миллером, единственным выжившим. И хочу заметить, он любил этим хвастаться, это очень хорошо видно по первой книге, так и по третьей. Дэйв поднял руки и медленно повернулся на месте, давая возможность Карлтону рассмотреть свои бока и спину. Их тоже покрывала сеть шрамов, словно тонкая кружевная рубашка. Даже если вспомнить вторую книгу, когда он стал Спрингтрапом, его новообретенная сила и власть опьяняла его. Я принял новую жизнь, которую вы мне навязали. Вы сделали меня единым с моим детищем. Меня зовут Спрингтрап. Я больше, чем Афтон. И гораздо больше, чем Генри. С тех пор, как Чарли переделала меня, освободила от моей злой судьбы. Я являюсь господином всех этих существ. Ну а также ситуация из третьей книги. Он похитил ребенка и собирался его убить. И к нему в комнату заползло его создание, которое очень сильно напугало этого самого ребенка. Теперь ты их боишься? Не бойся их. Бойся меня. Я единственный в этой комнате, кого стоит бояться. Я такой же опасный, каким был всегда. Помимо самолюбия, Уильям был и чересчур придирчивый. Особенно по отношению к собственной дочери. Как нам уже известно, он разыскивал Чарли, которая на момент события книг являлась роботом, как и его дочь. Мы видим результаты. Ничего мы не видим. Кто угодно может увидеть уже горящий огонь. Но Генри нашел неповторимую искру. Создал нечто уникальное. Чего не заслуживал или на что не рассчитывал. Ты принесешь мне это. Разве меня недостаточно? Нет! Но в общем-то, по этим диалогам также понятно, что он завистливый и самоуверенный. Он знает, чего хочет и не отступит от своей цели. Но всегда у всех назревал вопрос. А чего именно он хочет? Каковы его мотивы? Зачем он убивал и похищал детей? Зачем он убил офицера? Зачем он убил ни в чем не повинных левых людей? Которые просто оказались не в том месте, не в то время. Зачем ему вообще все это было нужно? Давайте разберемся. Начнем с его первого подтвержденного убийства. Чарли, дочь Генри, его лучшего друга. Зачем он убил ее, так и не ясно. В книге, увы, так и не было на это никакого ответа. Но я больше ссылаюсь на то, что он просто завидовал Генри. Ведь Клей полицейский. При обыске дома Уильяма нашел у него дневники, где он писал, что завидовал Генри, а потом благотворил. Возможно, дело именно в этом. Но по словам того же Генри, Уильям всегда был способен на убийство. Он всегда был безумен. Рассмотрим похищение и убийство пятерых детей. Почему он убил их? Мы можем услышать лично от него в диалоге в первой книге. Мы оба хотели любить. Твой отец любил. Теперь и я тоже полюбил. Ты убил их! Ты мерзкий ублюдок! И ты создал монстров! Убитые тобой дети до сих пор здесь! Ты держишь их в заперти! Они дома. Вместе со мной. Счастливый день в их жизни. Как нам отсюда выбраться? Выхода больше нет. Осталась только семья. Конечно, это странное основание для убийства детей. К тому же он тогда не знал, что души детей останутся в аниматрониках. Да и семья у него на тот момент была. Так что, возможно, тогда им двигало безумие. А на момент действия книги уже как раз то, что он говорит. Но зачем был убит офицер Дан? Ведь, по сути, он просто мог спрятаться от него. Но он поджидал его и напал на него. Тогда мы увидели, что Дэйв не такой уж и слабый, каким казалось. Он убил Дана, насладившись его смертью. И при этом не впихнул его в костюм, что уже говорит о том, что он просто хотел кого-нибудь убить. Также во второй книге он, может, и не сам, но при помощи своих твистов аниматроников убил двух человек. И одну девушку очень сильно истязал. И уж мотивы к этим убийствам нам стали более понятны. Они были случайными. Люди просто попадались ему на пути. А шел он именно за Чарли. Она была нужна ему. И последнее. Он при помощи Бэйби, той же Элизабет, начал массово похищать детей. Он истязал себя, впихивая в распавленный эндоскелет части своей плоти. Оказывается, дух следует за плотью. И тоже происходит с болью. Если я хочу стать собственным бессмертным творением, то тело должно привести дух в мой вечный приют. Поскольку я все еще... Экспериментирую. То переношу плоть по кусочкам. Но при этом он был готов убить детей, точно так же, как и убивал себя. Для большего эффекта, как он сам сказал. Он хотел бессмертия в момент третьей книги. Так что общий вывод. Что именно хотел Уильям, я не могу сказать. Всегда его цели были разными. Только лишь и скажу, что он тот еще ублюдок. Но все же хочется признать, что он гений. Он реально великолепный злодей со своими странностями. Но, увы, мы так и не узнали, что заставило его начать творить все эти злодеяния. Ведь они не приходят просто так, в один момент. Все это дело должно развиваться. Как и говорилось в книге. Что-то озлобило его на весь мир. И он стал таким. Что-то дало ему почву на то, чтобы он начал убивать. Что это было? Это единственный повод подумать. Также давайте рассмотрим все его возможности. В книгах и игре он показал себя достаточно. Начнем с того, что он потрясающий робототехник. Его фонтайм-аниматроники со всеми примочками, чтобы привлекать и похищать детей, просто сбивают с толку. Одна только бэйби, чего стоит. Особенно книжная версия. Он создал аниматроников, которые могли менять свой облик при помощи специальных дисков. Хочешь пушистый, хочешь зубастый. Он также смог создать свою копию Спрингтрапа. Он реально гениален. Он мог спокойно отвлечь народ для того, чтобы похитить ребенка. Когда он сделал цирковую малышку, он нарядил весь город в клоунов, чтобы его дочь могла незаметно похитить детей. Также он додумался прятать трупы детей в аниматрониках, потому что он знал, что там их никто искать не будет. И при этом, когда полицейские знали, что убийца именно он, они ничем не могли доказать его виновность. Именно поэтому он остался на свободе. Он пришел снова в пиццерию в виде Дэйва Миллера. Его вообще никто не узнал. И это еще малая часть. Также он очень живучий в книге. Он два раза мог умереть от собственного костюма. Но два раза смог выжить. Что очень странно, ведь в игре он умер. Также Клей стрелял в него. Ему били по голове трубой. Он пережил десятки операций. Чарли бил его головой об пол, при этом насаживая в грудь железный кол. В игре он смог пережить первый пожар, устроенный Генри. А также пару слов о его семье. У него была жена Клара, двое сыновей и дочь. В игре он осознанно убил Клару. И совершенно случайно своего сына Майкла и дочь Элизабет. Что со старшим сыном пока неизвестно. В книге же у него умерла только дочь. По той же причине, что и в игре. А жена и сыновья просто ушли от него. Хочу заметить, что в момент убийств семья у него была. Так что все это дело он творил не из-за горя. Ну что ж, об этом персонаже известно практически все, за исключением его истории в прошлом. Так мы и не знаем, что заставило его убивать. Так что поставьте лайк всем, кто помог мне с этим видео. На этом мы закончим. Удачи и пока. Карл Аттон смотрел на лицо охранника. Тот явно наслаждался болью и страхом своей жертвы. И думал, что никогда еще не видел ничего ужаснее.